Такой день на канале Мир Белогорья. Есть и онкопациенты, чьи истории борьбы уникальны. В этом году от Белгородской области номинировано сразу три человека. Исключительный случай в сравнении с другими регионами. Среди наших номинантов врач-гематолог Татьяна Бурлуцкая, заведующая онкогематологическим отделением детской областной больницы. О ней наш следующий сюжет. Есть такое убеждение, страшно, когда непонятно. Здесь, в онкогематологическом отделении детской областной, все понятно. Здесь работают для того, чтобы подарить вторую жизнь. И, как правило, подарить эту вторую жизнь удается. В последние годы онкогематологическое отделение нога в ногу идет с общероссийской статистикой. Детская выживаемость в течение пяти лет после онкологии близка к 80%. Хотя еще 40 лет назад эта цифра была в 10 раз меньше. 8-12%. Не дня без слез. Первое, что вспоминает Татьяна Бурлуцкая о начале своего профессионального пути. Это был 78-й год. И только в 90-е, после того, как рухнул железный занавес, появилась возможность перенимать передовой опыт в борьбе с раком. Татьяна Бурлуцкая была в числе первых, кто освоил новые методики лечения по жестким, но эффективным западноевропейским схемам. Она же сумела договориться о поставке лекарств из города Побратима Херне. Средства собирали местные жители. Одну из первых выстраданных своих побед над сложнейшей формой рака не забудет никогда. Был пациент немаленький, ему было 9 лет. У него был диагноз остро-лимфобластный лейкоз, который по критериям был высокого риска. Было более 600 тысяч лейкоцитов. Если норма, скажем, 8 тысяч, то здесь 600 тысяч лейкоцитов, которые все не деятельно способны. Это раковые клетки. Ребенка нам удалось спасти, и он, на удивление всех, выстрелил. Сейчас ему 25 лет. Когда он был поменьше, он мечтал стать нейрофизиологом. Сейчас он ищет самое правильное лекарство от лейкоза, занимается генетикой, занимается химией. Маленькая Софья тоже мечтает стать врачом. Диагноз «острый лимфобластный лейкоз» девочке поставили в 2017-м. Год в борьбе за жизнь, в обнимку, как сейчас, они шли к цели со своим лечащим врачом Татьяной Бурлуцкой. В первое время, конечно, был ужасный стресс для любой мамы. Непонимание того, что будет с твоим ребенком. Но благодаря нашему лечащему врачу, Бурлуцкой Татьяне Ивановне, она всегда нас поддерживает. Любое, что бы ни случилось, мы можем к ней обратиться, как к маме. Что самое первое вы услышали от Татьяны Ивановны, когда сюда попали? Что все будет хорошо. Дерилась? Конечно. За год через онкогематологическое отделение детской областной проходят до 500 маленьких пациентов. Рабочий день Татьяны Бурлуцкой начинается еще до 8 утра и длится до бесконечности. Но, оглядываясь назад, ни дня она не жалеет о том, что выбрала для себя такой нелегкий, но благородный путь. Возможность дарить своим пациентам вторую жизнь. Вы знаете, иногда смешно даже. Мой день рождения в день борьбы с детским раком. Вот 15 февраля, международный такой день. И я так думаю, что какой-то путь был изначально предначертом. Остаясь врачом, я вообще мечтала с 5 лет. У меня было твердое убеждение, что все должны быть счастливы, никто не должен болеть. Поскольку болела сама, это было нерадостно. И к умерам была участковая врач, которая очень по-доброму относилась. Поэтому сомнений не было. Для меня был единственный путь в жизни – это медицина. И именно вот такой нелегкий путь, потому что здесь реальная борьба. И понимаешь, за что упырешься. Здесь мы солдаты. Мы солдаты, видите, все. Мы маршируем, как солдаты. Да. Помощник. Уверенными шагами в новую жизнь. Через пару дней двугодовалый Саша поедет домой. Спустя годы он уже не вспомнит о том, что когда-то тяжело болел. Но теплые руки останутся в памяти навсегда. Руки врача, когда-то подарившего шанс. Александра Прозорова и Эдуард Горелов. Такой день на Мире Белогория. Еще два номинанта премии «Будем жить» у нас в студии. Это Сергей Луговской, рентгенхирург областной клинической больницы имени Иосафа. Он вошел в финал премии в волонтерской номинации. И наша гостья Ирина Авдеева, заместитель руководителя общественной организации «Святой Белогорьи против детского рака». Ее проект – нутритивное питание для онкопациентов в числе лучших в номинации «Некоммерческие проекты». Здравствуйте. Добрый день. Мне интересен вот такой вопрос. Почему важны усилия общественных и волонтерских организаций в такой медицинской сфере, как онкология? Онкология – достаточно сложная медицинская отрасль. Она требует, на мой взгляд, наиболее пристального внимания. Процесс лечения достаточно длительный и тяжелый. И если вот я, как Ирина Авдеева, я могу сделать что-то вполне определенное и ограниченное, то мы, как общественники, мы можем сделать совершенно невероятные вещи для пациентов онкогематологического отделения, именно объединив усилия. Сергей, Ваша специализация – рентген-хирург. Собственно, никакого отношения к онкологии не имеет. Как получилось так, что в свободное от своей основной деятельности время вы помогаете именно онкобольным? Так получилось, что, учась еще в медицинском институте, я работал медицинским братом в отделении онкогематологии детско-областной клинической больницы. И, в общем-то, с этого началось, скажем так, мое отношение, которое переросло действительно в что-то большее. Для меня это очень важно. И я считаю, что моя задача – как можно больше действовать, как можно больше помогать для того, чтобы больные детишки были здоровы, счастливы, и их родители действительно были рады их выздоровлению. А чем Вы можете помочь людям с этим непростым диагнозом? В чем видите свою миссию? Наверное, что касается меня, как сотрудника организации «Святой Белогорье против детского рака», я могу просто выполнять свою работу хорошо, на должном уровне. И, наверное, в этом и есть моя основная миссия, моя основная задача, как в рабочих вопросах, так и в принципе. Для меня работа, она уже давно переросла за, скажем так, сферу работы и внедрилась в мою жизнь. То есть моя работа – это моя жизнь. Ну, я так понимаю, что Ваши методы, они не медицинские? Уточнись тогда, какие, собственно? Да, мы… Мои методы не медицинские, это точно. Здесь мы как раз выполняем функцию вот того плеча, той опоры и той поддержки, которая необходима нашим подопечным, когда они попадают в онкогематологическое отделение, когда они сталкиваются с всевозможными сложностями во время лечения, и когда они выходят из отделения победителями и нуждаются в реабилитации. У Вас, Ирина, есть проект. Вы, Сергей, насколько я знаю, номинированы как волонтер. Как попали в номинацию? Для меня это было вообще полной неожиданностью. То есть обычный телефонный звонок все решил. То есть позвонили, сказали, что 3 февраля необходимо быть в Кребле на премии. На какой премии? Для меня это было просто как-то… Все очень удивительно. Я даже, честно говоря, не понял. Может быть, это какая-то шутка. А кто же поспособствовал тому, чтобы Вы попали в число номинатов? Евгения Владимировна Кондратюк, я так понимаю, продвинула эту идею. В общем-то, и я вообще хочу выразить ей огромную признательность. Этот человек и ее огромная команда, они в нашей области делают что-то немыслимое, что-то невозможное для того, чтобы онкогематологические пациенты получали необходимую помощь в полном объеме. И в том числе они реализуют огромные просто проекты, такие как и палиативная помощь, строительство детского хосписа. Это значимые социальные проекты, которые будут способствовать и лечению, и реабилитации онкогематологических пациентов. Ну, у Вас, я думаю, все было менее неожиданно. Ну, менее неожиданно, но все-таки элемент сюрприза, он присутствовал, поскольку я не думала, что я буду номинированной, и для меня это действительно очень важно. И тут не обошлось дело без моего чудесного руководителя, Евгения Владимировна. Она невероятный человек, и я очень рада, что, находясь вот в подчинении, под ее руководством, возможно, вот такое развитие потенциала для каждого сотрудника и для меня особенно. Поделитесь, а что для Вас значит быть номинированным на премию «Будем жить»? Ну, наверное, безусловно, это определенное признание, это, знаете, как вот некая печать того, что ты двигаешься в верном направлении. Для меня это очень ценно, я действительно горжусь этой премией, это моя первая такая награда, и я действительно благодарна своему руководителю, который позволил мне, во-первых, реализовывать этот проект, во-вторых, быть в нем успешным. Ну, насколько я понимаю, это еще и возможность пообщаться с единомышленниками там, в Кремле, да? Да, безусловно, это прекрасная возможность увидеть таких же людей, как и ты, движимые теми же ценностями, тем же видением, и это очень ценный опыт. От Белгородской области в этом году сразу три номинанта. А как Вы думаете, с чем это связано? Вы знаете, я не являюсь коренным жителем Белгородской области, я приехала сюда из Сибири, живу здесь достаточно долгое время, и я очень люблю этот город, эту область, я вижу, насколько много здесь делается, мне действительно есть с чем сравнивать. И для себя я на этот вопрос отвечаю так, как у нас, в нашем городе очень много добрых и отзывчивых людей, и поэтому от нашей области целых три номинанта. Но я уверена, что в следующем году их число может вырастить до шести, до девяти и так далее. Спасибо Вам большое, я желаю Вам в Москве побед. Ну, как минимум, привезите с собой впечатления, новые идеи, проекты, знакомства. Удачи Вам и до встречи. Спасибо. До встречи. Педагоги Белгородской области борются за звание лучшего, а судебные приставы подводят итоги. Подробности в официальной хронике дня. Сегодня в Белгороде стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года». В числе участников специалисты со всей области. Всего 43 преподавателя и две номинации. «Лучший учитель» и «Педагогический дебют», где заявят о себе талантливые молодые профессионалы. Для большинства такая площадка – это в первую очередь обмен опытом. Трамплин для развития, а не соревнования. Познакомиться с коллегами, узнать их методики, узнать их практики, получить колоссальный опыт, пообщаться. Я в большей степени саморазвиваюсь, люблю саморазвиваться. Мне нравится этот личностный рост. Этот конкурс дает мне только профессиональное развитие. Это моя основная цель здесь. Для участников предусмотрен ряд заданий. Проведение открытого урока, не обязательно в своей школе, мастер-класс и написание эссе. К последнему конкурсанты приступили уже сегодня. Пьедестал распределится по баловой системе. А имена победителей регионального этапа конкурса «Учитель года» станут известны в марте. Возраст от 30 до 42 лет. Преимущественно мужчины. Портрет среднестатистического должника представил главный судебный пристав региона Денис Казанов. Сегодня он провел пресс-конференцию по итогам работы ведомства в минувшем году. То, что ни плательщиков в области немало, подтверждает общая сумма долга. В 2018-м она составила более 60 миллиардов рублей. По нагрузке на судебных приставов регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после столицы и Московской области. В топ-5 категории, где отмечен рост возбужденных исполнительских производств, входят взыскание налоговых платежей с физических, а также юридических лиц и предпринимателей. Здесь же должники по кредитам, коммунальным платежам и алиментам. Наряду с такой действенной мерой, как запрет на регистрационные действия с автомобилем, стали часто применять подобное и в отношении недвижимости. Согласно разъяснению Верховного суда, там четко и ясно прописано, вне зависимости от суммы долга, вне зависимости, единственное это жилье. Судебный пристав вправе в целях побуждения должника вынести запрет на регистрационные действия, как на движимое, так и на движимое имущество. Мы эту меру активно начали использовать. Результаты есть довольно высокие. Для удобства должников и сокращения очередей с января этого года во всех структурных подразделениях ведомства начали работать дежурные приставы. Данные для связи можно найти на официальном сайте в разделе «Контакты». Что нам стоит двор благоустроить? На сегодняшний день в России насчитывается более 35 тысяч ТОСов территориальных общественных самоуправлений. Говоря простым языком, это объединение соседей, которым не все равно, что происходит на их придомовой территории. В районах их становится все больше. В Старом Осколе, например, сейчас проходит заседание Советов территории, главные участники которых – представители ТОСов. В чем плюсы этих объединений и как их создать, расскажет Екатерина Равенских. Район индивидуальной жилищной застройки «Сосинки» – молодой, развивающийся, практически полностью заселенный. И если в новых домах жители уже обжились, то за территорию взялись совсем недавно. В передовиках тут Елена Руденко, бывший уличком, а ныне председатель ТОСа и ЖС «Сосинки». На вопрос, почему решили организовать общественное самоуправление, отвечает просто. Во-первых, это больше возможностей для того, чтобы нас услышали. На сегодняшний день мы вопросы решаем по поводу тротуаров, нехватка освещения на улицах, это доработка столбов и фонарей, детские площадки, спортивные площадки, турники. Еще согласование нового маршрута движения автобусов, организация вывоза мусора, уборка улиц от снега, а в планах далеко идущих – участие в областных и всероссийских грантовых конкурсах, средства которых пойдут на благоустройство местной территории. На сегодняшний день в Старом Москве насчитывается около полусотни ТОСов, причем их организаторы не только уличкомы из частного сектора, но и старшие по дому в многоэтажных микрорайонах. Для того, чтобы активизировать их работу, в округе было решено создать советы территорий. Всего их будет 12, и ТОСы – их главные участники. В составе совета территории находятся депутат, советы депутатов, представители администрации, предприятия жегаличного коммунального сектора, а также учебных заведений, которые находятся в границах территории данного совета территории. И жители получат возможность более близко общаться с данными представителями в целях решения своих вопросов, которые возникают ежедневно. Но ТОС – это не только возможность просить и требовать, но и ответственность за свою территорию. Самостоятельная работа по ее благоустройству и улучшению. От инициативных граждан, готовых взяться за это дело, причем не только в Старом Москве, но и по всей области, необходимо лишь заявление, поданное в администрацию по месту жительства, где помогут в оформлении ТОСа определение его границ и постановки на учет. Согласно планам специалистов Старооскольской администрации, в полной мере советы территории заработают уже в середине этого года. Причем количество ТОСов, по самым скромным прогнозам, должно стать как минимум в два раза больше. Екатерина Равинских, Сергей Кириченко. Такой день на Мире Белогорье. Напоминаем, телеканал Мир Белогорье можно смотреть на Яндексе. Первый областной доступен для просмотра в рамках проекта Яндекса «Эфир». Благодаря ему в режиме реального времени вещают более 90 телеканалов как федерального, так и регионального уровня. Смотреть нас в Яндексе просто. На главной странице поисковика выберите вкладку «Эфир». Затем в списке программ слева найдите название Мир Белогорье и кликните по нему. Также нас можно смотреть в эфирном вещании на 21-й кнопке всех кабельных операторов области, в спутниковых пакетах «Триколоры» и телекарты HD, а также в разделе «ТВ онлайн» на сайте мирбелогорье.ру. По будням в 15 и 18 часов стрим новостей в наших группах в «Одноклассниках» и ВКонтакте. И на этом все. С вами был Алексей Зайцев. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин